Многоэтажный дом на Затиной-28 должны были сдать еще в конце прошлого года. Но празднование новоселья для потенциальных жителей перенеслось на неопределенный срок. Дело в том, что дом десятиэтажный. А согласно плану застройки, строить в этом месте разрешено не выше пяти этажей. Дом должен был сдаться уже в том году, в конце. Тем не менее, этого не происходит, так как нет разрешения. Руководство строительной компании нам говорит, что не получилось у нас. Мы обратились с этим вопросом в суд уже, потому что администрация никакие компромиссные решения по этому поводу не идет. Суд длится уже, получается, с марта месяца. Заседание переносится по тем или иным причинам. Назначают дополнительные слушания, свидетель дополнительный. Тем не менее, в общем, вопрос пока не решается. Представители администрации города приезжают к новостройке, оценивают и сообщают жителям, что жить здесь нельзя. Застройщик, в свою очередь, утверждает, жить можно, но только надо чуть-чуть подождать. Так ожидание затянулось уже ни много ни мало на полгода. Решить можно, надо только подождать, но ожидание-то уже затянулось более чем на полгода. Сейчас хотелось бы прилечь общественности к этому вопросу. И возможно, что кто-то вмешается, поможет с какими-то советами или еще что-то. Ну, потому что сами видите, да, 10 этажей. Вот соседний дом большой, тоже 10 этажный. Вот аналогичный дом 10 этажей, построен вообще лет 20 назад. И сейчас этот дом находится между этих двух 10 этажных этажей. И совсем не вяжется логически, как эта зона может являться зоной малоэтажной застройки. Согласно генплану, на данной территории разрешена застройка, не превышающая 15 метров в высоту. Однако план датируется далекими 80-ми годами прошлого века. На суде они предоставляют генплан 1986 года. Сейчас есть информация о том, что разработан также генплан от 2006 года, где данная зона уже не является зоной регулированной застройки. Соответственно, дом стоит по закону. Но он не подписан. Когда он будет подписан, ясных ответов администрация также не дает. В общем, ссылаемся пока на генплан, которому уже, грубо говоря, 30 лет. Уже за 30 лет, сами видите, многое поменялось. В дальнейшей беседе выясняется. Застройщик заключил договоры с дольщиками, которые приобрели квартиры с 1 по 5 этаж. Те, чьи квартиры располагаются выше, подписали только предварительные договоры. И вот уже больше двух лет выплачивают деньги. А ситуация до сих пор не прояснилась. Насколько мне известно, и согласно 20-й, в том числе, статье Городостроительного кодекса, то если объект превышает параметры разрешенные, то такие вопросы решаются путем публичных слушаний. Эти публичные слушания до сих пор еще организованы не были. Хотя, в общем-то, комиссия на этих публичных слушания должна сделать соответствующие выводы, исходя из общих интересов, скажем так, города, ситуации. Охранных зон, и в том числе жителей, и населения. Дать рекомендации администрации. Администрация уже должна принимать решение по поводу, скажем так, разрешения данного объекта, либо там отказа. Обращаться нас за публичными слушателями должен правообладатель этого земельного участка. Вот мы надеемся, что вятич, в общем-то, пойдет и по этому пути, который регламентирован Городостроительным кодексом Российской Федерации. Так как мы мало знаем друг друга, и поэтому у нас сейчас небольшая такая группа собралась, хотелось бы, чтобы мы все как бы перерывались в этом вопросе и поняли этот вопрос общественно, скажем так. Поэтому, если все, кому интересно, кому небезразлична судьба этого дома, хотелось бы, чтобы вы тоже пришли на следующее заседание суда, которое состоится у нас, получается, 1 июля в пятом зале, в 16.15, вот, пожалуйста, приходите и будем отстаивать свои права, в том числе, ну, хотя бы присутствует в суде. Мы будем следить за тем, как развивается ситуация, и в июле, после того, как состоится заседание суда, еще вернемся к этой теме. Продолжение следует...